Здравствуйте, в этом видео покажу как настроить контекстное меню Windows под себя будем удалять пункты, которые мешают и добавлять свои нужные пункты сделаем это с помощью специальной бесплатной программки и вручную и под конец устроим даже маленький Blackout видео не маленькое, в описании найдёте тайм-коды, приступаем теперь давайте попробуем отредактировать контекстное меню вручную будем использовать реестр Windows редактирование реестра сделать очень легко, но неправильные действия могут привести к непредсказуемым последствиям прежде чем делать что-либо, обязательно подстрахуйтесь и создайте хотя бы точку восстановления системы у меня есть пара видео на эту тему, посмотрите ссылки в описании можно также создать резервную копию системы, эти видео также найдёте в описании кроме того, можно сделать резервную копию реестра целиком но в восстановлении такой копии есть свои тонкости и это не тема сегодняшнего видео если вы никогда не работали с реестром и не уверены в своих действиях возможно вам не стоит делать то что я покажу в любом случае, обязательно подстрахуйтесь точкой восстановления или резервной копии итак, чтобы изменить контекстное меню, запускаем редактор реестра для этого можно нажать на кнопку Пуск и напечатать на английском языке слово RegEdit редактор нашёлся, он уже выделен, осталось просто нажать на клавишу Enter это универсальный способ, он работает в Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 также можно открыть редактор реестра ещё одним универсальным способом используя диалог Выполнить нажимаю одновременно в Windows плюс R и также ввожу RegEdit нажимаю Enter здесь кнопочку Да редактор реестра перед нами ближе знакомиться с реестром Windows будем не в этом видео всё, что нам нужно сейчас, это открыть несколько нужных параметров почему-то многим пользователям не нравится вот этот пункт Отправить в контекстном меню файла в десятке появился ещё один пункт Отправить, вот этот сверху многие также спрашивают, как его удалить также многих интересует, как удалить пункты установленных приложений и программ например, WinRAR или других программ многие также задают вопрос, как удалить пункт проверкой с использованием Windows Defender я не думаю, что есть смысл удалять все эти пункты но покажу, как это сделать а вы сами решите, какие из них вам нужны постараемся не удалять, а просто скрыть их чтобы можно было легко вернуть назад итак, чтобы удалить нижний пункт Отправить из контекстного меню вот этот нам нужно открыть вот такую ветвь все ветви реестра, с которыми будем работать, есть в описании этого видео открываю полное описание вот здесь, под цифрой 2 если у вас Windows 10, то можно просто скопировать эту ветвь вот таким образом и вставить в адресную строку адресная строка, это удобный инструмент, который появился в редакторе реестра Windows 10 он находится вот здесь чтобы он работал, нужно в меню Вид кликнуть вот по этому пункту вот сейчас я его скрыл если еще раз кликнуть, то адресная строка появляется давайте сделаем пошире левую колонку итак, чтобы найти нужную ветку, которую я скопировал в буфер обмена просто выделяю содержимое адресной строки правая клавиша вставить и нажимаем на клавишу Enter нужная ветвь открыта вот она если у вас Windows 7 или Windows 8 то вам придется открывать каждый раздел последовательно сначала открываем ходки Classes Root кликаем по нему чтобы открыть этот раздел нажимаем на стрелочку слева опускаемся ниже до раздела All File System Objects вот он кликаем по разделу, чтобы открыть его нажимаем на стрелочку слева здесь нас интересует раздел Shellex открываем его и внутри есть раздел Context Menu Handlers внутри этого раздела есть параметр Send To просто выделяем его здесь в основном меню у вас, скорее всего, будет всего один параметр нам нужно изменить этот параметр чтобы это сделать, просто кликаю правой клавишей по полю имя выбираю Изменить и чтобы отключить действие этого параметра перед его значением вводим минус или тире я ввел минус, нажимаю ОК можно сразу проверить нажимаю правую клавишу и видим, что нижний пункт Отправить скрыт теперь избавимся от еще одного непопулярного пункта он также называется Отправить он находится в верхней части меню для того, чтобы сделать это, открываем следующую ветку снова Hotkey Classes Root открываем далее нас интересует вот этот раздел который обозначен звездочкой открываем его далее снова раздел ShellX открываем и контекст меню Handlers в этой папке нас интересует сразу несколько объектов во-первых, раздел Modern Sharing это и есть верхний пункт Отправить просто кликаю по нему кликаю правой клавишей по полю имя изменить и делаю то же самое проверяем верхний пункт Отправить также скрыт если вы хотите избавиться от архиватора WinRAR в контекстном меню то это можно сделать также в этом разделе у меня 64-х разрядная операционная система поэтому меня интересует вот эта папочка WinRAR если у вас 32-х разрядная версия то вам нужно редактировать эту папку порядок действий то же самое выделяем нужную папку на параметре правой клавиши изменить минус окей проверяем мы скрыли WinRAR из контекстного меню файл в этой же ветке реестра вы найдете многие другие программы и приложения которые добавляют свои пункты в контекстное меню возможно вы также захотите их скрыть как вы уже наверное догадались в большинстве случаев нужно вот здесь искать папку с названием того приложения которое вы хотите скрыть давайте рассмотрим на примере архиватора 7zip кстати у него очень правильное контекстное меню мы видим что у него всего один пункт и при наведении на него появляется дополнительное удобное контекстное меню так что на мой взгляд этот архиватор уж точно нужно оставить здесь если вы все же хотите убрать его то делайте все аналогично выделяем нужную папку на параметре правая клавиша изменить и здесь ставьте минус я не буду скрывать этот пункт а покажу вам еще один пункт меню который также многие хотят скрыть это вот этот пункт который обычно находится под архиватором и открывает утилиту для работы с контрольными суммами если вы никогда не используете ее то ее можно очень просто скрыть делается это не в реестре а в настройках 7zip для этого открываем 7zip файл менеджер то есть просто открываем приложение в меню Пуск в меню приложения нажимаем Сервис Настройки переходим на вкладку 7zip и снимаем вот эту галочку Применить ОК закрываем приложение проверяем ненужного пункта больше нет мы с вами удалили WinRAR из контекстного меню Файл а если нажать на Папки то WinRAR присутствует чтобы удалить его отсюда открываем вот такую ветку давайте скопируем в этот раз ее из описания видео вот здесь цифра 4 удаляем WinRAR из контекстного меню Файла а ниже написано чтобы удалить пункт WinRAR из контекстного меню Папки открываем вот эту ветку копируем ветку выделяем то что здесь у нас в адресной строке правая клавиша вставить нажимаем на клавишу Enter вот наш нужный пункт он уже выделен правая клавиша на параметре изменить ставим минус сохраняем проверяем WinRAR скрыт любой из тех пунктов которые мы только что отредактировали можно вернуть обратно для этого снова выделяем нужный параметр изменить убираем минус нажимаем ОК и нужные пункты на месте последним удалим пункт проверка с использованием Windows Defender для этого выделяем опять ту же самую ветку Hotkey Classes Root кликаю в адресной строке ввожу обратный слэш далее ввожу вот такие буквы в английской раскладке CLSID нажимаю Enter если у вас Windows 7 или Windows 8 то вам нужно будет вручную найти этот раздел внутри раздела Hotkey Classes Root здесь много параметров нам нужен тот параметр который начинается с цифр 0.9 опускаемся ниже нам нужен вот этот параметр 0.9 A47 860 его можно найти и быстрее просто кликаем сюда вводим обратный слэш ставим фигурную скобку и вводим это число 0.9 A47 0.9 и нужный параметр найден вот он сейчас мы будем удалять этот параметр чтобы можно было его восстановить мы можем сделать резервную копию этой ветки это делается очень быстро и просто я уже выделил нужный параметр нажимаю File Export сохранить эту ветку можно куда угодно например в документы давайте оставим документы когда вы выбрали место куда будете сохранять обратите внимание вот сюда на диапазон экспорта что вы сохраняете именно выбранную ветвь вот здесь она целиком то есть не весь реестр а именно ветвь после этого можно ввести какое-нибудь название например я вот так вот назвал пункт меню Защитник Windows то есть чтобы понятно было в будущем что это такое нажимаю Сохранить готово мы сохранили эту ветку и теперь ее можно удалить правая клавиша удалить здесь подтверждаем проверяем как видим пункты больше нет в меню папки тоже его нет если в будущем вы решите восстановить данный пункт он лежит у меня в папке Документы вот он то можно сделать это таким образом просто нажимаем Файл Импорт открываем нужную папку то есть в данном случае это Документы выбираем нужный файл он у меня называется пункт меню Защитник Windows нажимаем Открыть нам написали что разделы и значения успешно внесены в реестр нажимаем ОК проверяем нужный пункт вернулся на место если вы заметили какие-то подвисания или глюки при открытии окон нажатии на пункты меню Пуск панели задач открытия файлов то первое что приходит в голову перезагрузить компьютер иногда это бывает неудобно прежде чем перезагружать систему полностью можно попробовать перезапустить Проводник Проводник как раз занимается тем что показывает нам все перечисленное выше в графическом виде посмотрим это на примере я запущу Диспетчер задач в Windows 10 это можно сделать вот так правая клавиша на кнопке Пуск Диспетчер задач если он запустился у вас так же как у меня свернутым то разворачиваем его вот этой стрелочкой находим Процесс Проводник вот он если нажать на Процессе правую клавишу мыши то можно очень легко перезапустить Проводник просто выбрать вот этот пункт давайте сначала посмотрим как будет выглядеть Рабочий стол без Проводника для этого выбираю Снять задачу как видите в Диспетчере задач особо ничего не изменилось а Рабочий стол куда-то делся перед нами теперь Черный экран и указатель мыши я убил Процесс Проводника и теперь вместо Рабочего стола мы видим пустое Черное поле если еще закрыть Диспетчер задач то будет полный Блэкаут в данном случае проблема решается просто я запускаю Диспетчер задач комбинации клавиш Ctrl-Shift-Escape попробуйте, эта удобная комбинация нажимается пальцами одной руки теперь нажимаю Файл запустить новую задачу в поле Открыть просто печатаем Explorer.exe и нажимаю на клавишу Enter этот .exe файл и запускает Проводник Проводник запущен теперь давайте то же самое сделаем одним действием с помощью командного файла если у вас выключен показ расширений включите его в Проводнике нажимаем меню Вид и ставим галочку напротив расширения файлов теперь создадим на Рабочем столе новый текстовый документ открываю его и печатаю здесь вот такую последовательность команд если печатать лень, то можете скопировать в текстовой версии ссылка на нее есть в описании видео там же есть немного подробностей о тех командах и параметрах, которые я ввел коротко мы делаем то же самое, что сделали сейчас в Диспетчере задач завершаем процесс Explorer.exe то есть Проводник и запускаем его вновь теперь нужно правильно сохранить файл нажимаю Файл Сохранить как проверяю, чтобы был выбран Рабочий стол теперь внимание, в поле Тип файла вот здесь нажимаю на выпадающий список и выбираю Все файлы будьте внимательны, это важно теперь в поле Имя файла вводим имя английскими буквами я просто кликнул и выделил все название и печатаю название может быть любым я назову вот так расширение файла должно быть вот таким .cmd или можно вместо этого сделать .bat ну и кодировку здесь можно проверить это не обязательно, но давайте сделаем UTF-8 все готово, нажимаем Сохранить текстовый документ закрываем удаляем, чтобы он нам не мешал на Рабочем столе появился новый файл с нашим именем можно сразу проверить работу файла запускаю его вроде бы все работает сначала завершается процесс Explorer.exe и вторая строка запускает его вновь файл можно убрать с Рабочего стола вырезаю его, правая клавиша Вырезать и вставляю, можно опять вставить документы можно конечно использовать его и здесь но раз уж у нас тема Контекстное меню давайте его туда и добавим сворачиваю это окно открываю Редактор реестра открываю вот такую ветку hk-classes-root directory, background, shell нажимаю на разделе Shell правую клавишу и выбираю Создать раздел можно назвать раздел как угодно например, именем любимого исполнителя но я назову его, например, вот так Restart Explorer, то есть Перезапуск Проводника обратите внимание, что именно это название будет красоваться у вас в контекстном меню его можно сделать и на русском языке написать, например, Перезапуск Проводника или что-то подобное, на ваш вкус но мне кажется, так гораздо лучше можно демонстрировать близким и друзьям новый пункт в контекстном меню нажимать на него, делать при этом загадочное лицо и немного надувать щеки итак, я назвал раздел, нажимаю Enter теперь на новом разделе снова нажимаю правую клавишу выбираю Создать раздел здесь пишем уже совершенно конкретное имя Command нажимаю Enter в этом разделе у нас уже есть пустой параметр нажимаем на нем правую клавишу и выбираем Изменить в поле Значения нам нужно ввести путь до командного файла, который мы только что создали можно прописать путь вручную, но гораздо удобнее воспользоваться небольшой хитростью открываю папку с нашим файлом путь именно до этого файла нам необходим чтобы легко скопировать путь нажимаем на клавишу Shift на клавиатуре удерживаем ее и кликаем по файлу правой клавишей мыши в контекстном меню находим пункт Копировать как путь этот пункт появляется только при нажатии на Shift кликаю по нему мы скопировали путь до файла осталось вставить его в поле Значения реестра сворачиваю это окно правая клавиша Вставить нажимаю ОК Выходим из Редактора нажимаем правую клавишу на рабочем столе и видим наш новый пункт выбираем его левой клавишей и как видим Проводник перезапускается аналогичным образом можно добавлять какие-то свои приложения открывать сайты в Интернете и так далее но об этом поговорим в другом видео если вы увидели что-то полезное для себя в этом длинном, нудном, но подробном видео то не ленитесь и поставьте лайк и в одном из следующих будем продолжать работать с реестром Windows узнавать всякие хитрости, приблуды, которые делают компьютерную жизнь интересней и удобней чтобы не пропустить эти новые видео не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик если это видео было вам полезно ставьте лайки, делитесь видео с друзьями спасибо! я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал меня зовут Евгений Юртаев, до встречи! я благодарю вас за просмотр!